SCP-1102 – феномен голубого хребта. Класс объекта Евклид – особый слой содержания. Поскольку явление SCP-1102 проявляется в уже заселенной местности, оно классифицировано как кальдера – высокорезонансное распространенное явление. Согласно этим положениям, знания гражданского населения о явлении контролируются агентами на месте, а конкретные вспышки подавляются в соответствии со стандартными процедурами в зависимости от числа свидетелей и масштаба проявления. Кроме того, согласно протоколу кальдера, социологи фонда оказывают содействие в коррекции сознания гражданского населения различным образом, мифологизируя проявления SCP-1102. Более засекреченные из этих мифов находятся в обращении, предотвращая формирование целостного представления о явлении. Активные проявления следует по возможности удерживать подальше от густонаселенных районов и дорог до исчезновения. Опасности активных проявлений для человека не наблюдалось. Исследования в настоящее время приостановлены. Их возобновление запланировано на дата засекречена. Описание. SCP-1102 представляет собой явление, локализированное в районе горной цепи Голубой Хрепет в восточной части США, хотя его проявления наблюдались в более южной области до середины штатов Джорджия и Алабама. Чтобы ознакомиться с полной картой инцидентов, связанных с SCP-1102, благодаря которым было установлено его текущее местоположение, свяжитесь с доктором засекреченно или любым сотрудником с четвертым уровнем допуска. Точные причины эффекта неизвестны, поскольку связи какого-либо проявления SCP-1102 с каким-либо внешним воздействием выявлено не было, поэтому предполагается связь с данной удалены. Эффект имеет место в ночное время, во время дождя или снегопада, и поражает мертвые тела в пределах небольшой случайно выбранной области. Каждый достаточно неповрежденный труп в данной области превращается в одушевленное подобие организма, которое является ранее с незначительными отличиями в случае с людьми. Изменение оттенка кожи в сторону потемнения или осветления, деформации, смотрите документ 1102-114А засекречено, изменение или исчезновение черт лица или небольших придатков пальцев рук или ног, гениталий и засекречено, одежда, модификации тела или пирсинг, если они не повреждены, как правило, сохраняются, неизвестны являются ли получившиеся сущности теми же, что и исходные существа, или же это совершенно новые организмы. Преобладающим стремлением всех затронутых эффектом сущностей, как людей, так и прочих, является желание вернуться к другим членам вида, к которому они ранее принадлежали. Сущности инстинктивно знают, где находится ближайшая группа представителей этого вида, и чем больше группа, тем больше вероятность, что субъект попытается взаимодействовать с ней. Однако, историческое свидетельство, например, описывает безликую призрачную собаку, подбежавшую к стае других диких собак, не лаявшую и не издающую прочих звуков, как если бы ее рот был запечатан. Однако, в редких случаях наблюдается экстремальный масштаб явления, которое в каком-то случае может охватывать площадь во много квадратных километрах. Более подробное описание доступно в документе 11.02-4 и по процедуре 11.02-IF «Воскресшие леса». Для контекста, по оценкам фольклористов, историков и поисковых команд фонда, этот конкретный случай в прошлом веке имел место трижды. Все сущности полностью исчезают в ту же ночь, в которую появились, как правило, незадолго до рассвета, не оставляя никаких заметных физических доказательств своего присутствия, кроме следов поврежденной растительности и тому подобного. Учитывая редкость и переходящий характер проявления данных сущностей, информация о них или данном эффекте ограничена, и исследование еще не завершено. В 2006 году 100 оперативников фонда были размещены на кладбищах в районе Голубого Хребта на четыре месяца с целью попытки наблюдения явления. В итоге, одно из проявлений было удачно поставлено на содержание. Исследования показали следующее. Сущности являются материальными и имеют массу. Сущности не реагируют на посторонние звуки или шум даже на те, которые могут указывать на наличие большого количества представителей искомого вида. Например, когда для сущностей воспроизвели запись большого хора, она по-прежнему придерживалась двух присутствующих оперативников, которые были самой большой группой присутствующих поблизости людей. Сущности могут умереть. Их анатомия не имеет существенных изменений и дополнений. Мозг и нервная деятельность, однако, являются спорадическими и, судя по всему, не соответствуют типичной анатомии. Сущности внешне напоминают исходный труп, хотя часто отличаются во многих отношениях. Сущности в некотором смысле связаны с исходным трупом. Когда сущность дематериализуется, исходный труп также исчезает примерно в то же время. Когда они перемещаются после исчезновения, неизвестно. Сущности, как считается, не обладают ни сознанием, ни разумом, ни общим интеллектом. Вспомогательный файл 1. Из-за своей непредсказуемой и редкой природы явления исследуются в основном по местным историям и записям. Для определения реальных свидетельств от вымышленных мифов назначено несколько фольклористов фонда. Явление было описано в том числе в журналах по крайней мере трех отдельных фермеров в этой местности, посвятивших себя наблюдением за данным феноменом. Например, один инцидент, о котором было сообщено в местной газете, имел место в 1978 году до завершения текущих условий содержания. 17-летний мужчина во время празднования раз выпускного вечера был убит неизвестным и, видимо, похоронен в неуглубокой могиле неподалеку от школы, где учился. Пять месяцев спустя убитый реанимировался, претерпев мутации, характерные для SCP-1102 и, проявляя типичные признаки стремления к присутствию человека, вошел в школу, где в тот момент проводился благотворительный вечер через незапертую дверь. Вызванная полиция прибыла только через несколько часов. К этому моменту школа находилась во строгой изоляции и полной панике. Большинство из присутствующих самостоятельно эвакуировались, за исключением нескольких учеников, которые оказались в ловушке, в запертой кухне и 18-летней девушке, ранее состоявшей в отношениях с сущностью, которая была обнаружена в углу, кричащей «Большой Джо! Большой Джо! Это я!» Каз Секречина «Это я!» «Ты вернулся, Большой Джо!» представляет интерес правильной идентификации ею Джосефа Засекречина. Несмотря на его значительное преображение, ведется изучение записей на предмет более подробного подробной информации. Вспомогательный отчет доктора Засекречина. Голубой хребет большой, уединенный, загадочный. На самом деле синий цвет придают ему деревья, а на закате ночью он затихает, как ничто другое в мире. Возможно, нам повезло в том, что на всей местности к востоку от Миссисипи это происходит именно здесь. Тем не менее, люди разносят информацию, и к нам поступает все больше отчетов об инцидентах в Великих Туманных горах. Плюс мы до сих пор не нашли способа извлечь объект из Голубого хребта и пересадить в другое место, как в большую коробку с замком. Единственное, что мы могли бы сделать, как говорил мне недавно за пивом Засекречина, это вообще ограничить весь хребет. Он прав. Нельзя так просто взять и вытащить явление из декораций. Это нечто в горах, возле гор, что заставляет мертвецов возвращаться безликими и безумными. Я не знаю, чего он хочет выгнать нас, разжалобить, трахнуть. Надеюсь, что оно само этого не понимает. Субтитры создавал DimaTorzok